Успешный бизнес, неравнодушный бизнес. Крупные развивающиеся компании сегодня считают не только прибыли, но и добрые дела. Кому на помощь приходят благотворители и как выглядит социально ответственный бизнес, смотрите в нашем репортаже. У кого телефон? У меня! Старшая группа детского сада «Колокольчик», который день не может наиграться друг с другом. Три месяца садик был закрыт на ремонт. В здании с протекающей крышей было просто опасно находиться. Все текло до кирпича, здесь было все черное в плесени. А теперь заведующие детским садом не нарадуются на новые стены в персиковых тонах. Построенное 35 лет назад здание давно нуждалось в новой кровле, но бюджетных денег не хватало и над садиком нависла угроза закрытия. Для поселка Соколовый потеря существенная. Рассчитанные на 150 мест – это самый крупный из двух поселковых садов. На помощь пришел благотворительный фонд «Дубки», прислал рабочих и сделал бесплатный ремонт. «Сняли весь прежний слой кровли и стяжку, все новое делали. Все-все-все, штробили стены. То есть ремонт колоссальный. И мы очень благодарны концерну «Дубки». Просто от всех родителей, от себя лично искренне очень. Еще один адресат благотворительного фонда «Дубки» – фельдшерско-акушерский пункт в селе Клещевка. Единственное медицинское учреждение на весь поселок. За день на прием к врачу приходят не менее 15 пациентов. Но здание так обветшало, что лечение проходило в экстремальных условиях. Фасад был в ужасном состоянии, вся стена обваливалась и весь дождь попадала в здание. Буквально месяц назад, в сентябре месяце, нам сделали ремонт фасад здания, выложили стену, штукатурили и покрасили фасад. Кроме того, здесь перекрыли крышу и поставили новую дверь. Рабочие управились за неделю. В этом году благотворительный фонд «Дубки» выделил 2 миллиона рублей на социальные проекты Саратовского района. Медицинским учреждениям досталось 300 тысяч рублей. Эти деньги нам пришли как раз в самый необходимый момент. И ремонт был сделан до всех дождей. Компания и концерн «Дубки» и социально ответственные бизнесы на территории – это очевидный факт. И этот год показал разумность этой политики, которую проводит концерн. У обеих сторон уже есть идеи сотрудничества на будущий год. Планы касаются строительной сферы и благоустройства на территории Саратовского района. Юлия Николаева, Максим Дуставалов, РЕН-ТВ, Саратов.